Всем привет, это школа эмоционального интеллекта, Алексей Красиков. Здравствуйте! Сегодня говорим о COVID-19 и панических атаках, о тревожности, которые связаны с эпидемией COVID-19. Вчера буквально давал интервью для одной из радиостанций московских, и, собственно говоря, решил с вами тоже поговорить об этом, потому что давно не снимал каких-то профильных видео. Итак, первый тезис о том, что в эпидемию COVID-19 усилились панические атаки и неврозов стало больше. На самом деле, я здесь отчасти согласен, отчасти нет. Объясню почему. Проблема заключается в том, что сам по себе COVID-19 не создает невротические расстройства, потому что невротические расстройства основаны на другом патоморфозе, основаны на другом патогенезе и на другой причинно-следственной связи. COVID является поводом к двум вариантам. Первое. Давайте возьмем два человека. Первый тип людей, так скажем, обычный тип людей, да, это люди, которые, в принципе, при эпидемиях и при войнах усиливают беспокойство, и это нормально. То есть, испытывать здоровую тревогу, озабоченность, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, беспокоиться о родственниках, о своем здоровье, это уместно. Поэтому повышенное чувство тревожности и опасений, это абсолютно нормально. Поэтому COVID не создает проблем. Но есть другая категория граждан, которая имела уже определенное расстройство. Они имели либо ОКР, либо они обсессивно-компульсивное расстройство по вопросу ритуалов, частоты микробов, загрязнений. Они имели базовое тревожное расстройство или паническое расстройство, или были готовы в него выйти. И тогда COVID стал тем самым триггером и тем самым поводом к либо рецидиву, либо к усилению общей симптоматики или выхода в симптом, что называется дебютирование невротического расстройства. И у многих людей случился дебют панических атак в период первой самоизоляции. Не потому что COVID создал панические атаки, а потому что вы уже были готовы выйти в определенное расстройство. Вы уже были готовы, скажем так, дебютировать в области физиологии, вегетативной нервной системы, в области испуга за собственное здоровье. Просто COVID вам как бы помог материализовать эту внутреннюю тревожность и материализовать ее как бы во внешнюю угрозу, которая как бы объективна. Вот это надо понимать. Значит, какие дебюты мы здесь видим? Ну, прежде всего, это паническое расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство, либо сочетанное, да? Реже депрессивное, тревожно-депрессивное. Что здесь надо отметить? Прежде всего, надо отметить то, что люди с базовым ОКР стали, усилили свою симптоматику ритуалов чистоты, доведя ее до сжигания рук определенными химическими препаратами, сжиганием рук определенными химсредствами, постоянно обрабатывая руки чем-то, да? Это большая проблема. Затем они себя социально там совсем дистанцировали и они социально изолировались. Люди с паническим базовым расстройством и с тревожным расстройством стали выходить в эпохондрию. То есть, они стали во всех своих состояниях чувствовать симптомы ковида, чувствовать симптомы пневмонии. Google разорвался по вопросу симптомы коронавируса и симптомы вирусной пневмонии. И, конечно же, это проявление именно тревожного расстройства. Как отличить, да, наверняка сейчас наши зрители об этом задаются вопросом, как отличить, когда у тебя тревожное расстройство от условно нормальной тревоги за COVID-19, за самоизоляцию, о которой мы поговорим чуть выше. Но прежде всего надо отметить, что человеку нормально тревожиться и нормально мыть руки. Если вы моете руки после улицы, если вы моете руки чаще, чем обычно, и у вас нет желания их перемыть, вы один раз хорошо их правильно помыли и просонировали антисептиком, и вы чувствуете, что вы удовлетворены, это хорошо. Если вы помыли хорошо руки, просонировали антисептиком, и чувствуете, что вы недостаточно хорошо удовлетворены, и вам надо это повторить, а потом еще раз повторить, то, скорее всего, это будет симптомом наличия некоторого повышенного тревожного состояния и тревожного расстройства в том числе. Значит, рациональная психика понимает риски и понимает меры профилактики и меры борьбы. И рациональная невротическая, скажем так, психика, она в каждом своем ощущении ищет симптоматику или симптомокомплекс неминуемого заболевания. Поэтому отталкивайтесь от того, насколько вам дискомфортно от этой тревоги. Во-вторых, что касается самоизоляции. Вот сейчас мы переходим к этой теме. Вот меня спрашивали вчера по поводу страха самоизоляции второй волны. Вы знаете, я вам скажу так же, как я сказал вчера. Самоизоляция и коронавирус, который случился с нашей планетой весной, это лучшее, что могло случиться с человечеством. Объясню почему. Именно благодаря самоизоляции люди наконец-то столкнулись с самым главным. Это с самими собой. Они, сев дома, столкнулись с правдой в отношениях с семьей, с близкими. Они наконец-то погрузились в такую некую самомедитацию по отношению к самому себе. Они наконец-то поимели возможность посмотреть свою финансовую защищенность. Они наконец-то научились пользоваться компьютером. Они научились заказывать товары в интернете и оплачивать их картой. Они наконец-то научились работать дистанционно. Разговаривать со своими близкими, либо понять правду про близких, принять решения по поводу работы и много других решений. То есть, на самом деле, та самоизоляция и та история, которая случилась с нами весной, это прекрасно. Следующий здесь же вопрос, случится ли вторая волна и как быть. Я больше чем уверен, что большинство людей уже понимают, что их может ожидать. Они уже понимают, чем они будут заниматься. Уже нет такой неопределенности. Они понимают примерно, как будет выстроена их дистанционная работа. Они понимают, как будет выстроено их питание, как будет выстроена их спортивная нагрузка, как будет выстроено их самообразование. И, в принципе, мне так вот видится, что люди уже не так остро реагируют на определенную возможность самоизоляции, скажем так. Да, нет, фонят очки. Мне неудобно. Пускай будет вот так. Соответственно, люди уже не так тревожно относятся к этой истории. Значит, что еще вам нужно сказать? Поблагодарите вашу самоизоляцию и коронавирус, да, потому что именно благодаря этому вы наконец-то поняли, что жить, дышать, пользоваться ресторанами и встречаться с друзьями, это, наверное, одно из самых ценных, что есть у вас. И возможность развиваться и самосовершенствоваться, это и есть главный наш смысл. И, позадив вас на самоизоляцию, в карантин вы были лишены самого главного. Это свободы, это способности к саморазвитию. Она у вас была очень ограниченной, да. Но, тем не менее, поблагодарите, потому что многие увидели правду, многие увидели решение, и многие стали сильнее после этого. Что еще по поводу паники? Значит, если вы почувствовали, что в период ковида и самоизоляции у вас поднялась очень сильная тревога, и вам стало не хватать воздуха, и вы стали гуглить симптомы пневмонии, здесь надо понимать, что ковид – это повод. То есть, не продавайте себе идею, что я заболела неврозом и паническими атаками, потому что случился ковид. Поверьте, вы заболели неврозом и тревожным расстройством, потому что у нас есть муж, жена, или их нет, а вам уже 35. Родственники, дети, самооценка, перспективы, нереализованные ожидания, обиды, сценарии, которые не реализуются и так далее, и тому подобное. Вот это случилось, и либо это создал ковид с точки зрения препятствий к каким-то достижениям, либо, в принципе, должна была капнуть последняя капля к одебютированию симптоматики. И, скорее всего, вот как показывает моя практика, ковид стал последней каплей, например, в отношениях с мужем и женой на самоизоляции, например, в понятии о перспективе жизни, о слишком жестком и одностороннем понятии вашего развития. Потому что вас, в принципе, посадили в дом и сказали, подожди, а если вы неврастыник, посадите неврастыника посадить дома. Конечно, они там на стену прыгали, да? А представь себе у клэрщика с эпидемией, который моет руки и так боятся там, да? Вот, поэтому это очень важно понимать. Здесь же очень важный такой термин по поводу беспокойства, что у вас оно может связано быть с беспокойствами за близких. И оно тоже нормальное. Да, беспокоиться за бабушек, дедушек, мам и пап, которые имеют повышенную группу риска, это нормально. И оберегать их тоже нормально. Но здесь, опять же, дифференциально мы видим пациентов, которые слишком привязаны к родителям, которые слишком привязаны к родственникам, которые не умеют жить без них, которые боятся их потерять. До трясучки, мягко говоря. И опять же, ковид не создал эту привязанность, не создал эту симбиотическую связь, не создал этот абьюз, да? Он его только проявил. Поэтому проанализируйте все, что с вами происходило в самоизоляции, проанализируйте все, что с вами происходит в этот непростой для нас период. И поймите, что вы увидели, что демонстрирует вам эта история, чему вы научились, какая правда, какие ожидания, какие реалии вскрыла наша пандемия и самоизоляция. И я повторюсь, это лучшее, что могло случиться с человечеством для саморазвития. Может быть, если уконуться не в научную, а в какую-то там философскую историю, что это возможно было для того, чтобы мы с вами действительно сели дома и задумались о том, что для нас самое главное, кого мы обманываем, как мы живем и какие у нас ценности. Ваш Алексей Красиков, Школа Эмоционального Интеллекта. До встречи. До свидания.